Зачем США пытаются оживить призрак коммунистической угрозы? Статья Нария Новости за 28 июля 2020 года. Петр Акопов. Теперь Майк Помпео войдет в историю не как один из самых некомпетентных и недалеких, скажем мягко, госсекретарей США, а как человек, объявивший войну Китаю, войну идеологическую, причем, как и первая холодная война с СССР, нынешняя объявляется тоже под антикоммунистическими лозунгами, которые, правда, сочетаются с неприкрытым национализмом. Подготовка к объявлению велась последние пару лет и самим Помпео, и другими руководителями администрации Трампа, но именно бывшему капитану американской армии выпала честь выступить с полномасштабным антикитайским призывом. Помпео сделал это в пятницу в библиотеке Ричарда Никсона в городе Йорба-Линда на юге Калифорнии. Речь «Коммунистический Китай и будущее свободного мира» можно разделить на три составных элемента. Первый – демонизация Китая. Второй – анализ ошибок США на китайском направлении. И третий – предложение по борьбе с Китаем. Смысл речи Помпео однозначен. Коммунисты практически всегда лгут. Китай угрожает миру, нужно заставить его изменить свою политику. То, что произнося слово «Китай», Помпео зачастую говорит о коммунистической партии Китая, ничего не меняет и никого не обманывает. Один из руководителей самой молодой и самой агрессивной в новейшей мировой истории империи обвиняет самую старую в мире империю в том, что она хочет подчинить себе весь мир. Если мы не будем действовать сейчас, в конце концов КПК подорвет наши свободы и обрушит основанный на правилах порядок, который наше общество строили с такими тяжелыми условиями, извините, усилиями. Если мы сейчас склоним колено, дети наших детей могут стать зависимы от милости китайской компартии, чьи действия являются главным современным вызовом свободному миру. Помпео откровенно демонизирует Китай, вычеркивает его из списка обычных стран под предлогом того, что КНР управляет КПК. Мы должны начать с изменения того, как наш народ и наши партнеры воспринимают китайскую коммунистическую партию. Мы должны говорить правду. Мы не можем относиться к этой инкарнации Китая как к нормальной стране, такой же, как другие. Америка виновата в том, что создала Франкенштейна, как некогда еще до признания КНР боялся Никсон. Но теперь она готова возглавить поход свободных наций для принуждения Китая. Принуждение к чему? К капитуляции? К свержению власти Компартии? Помпео прямо не говорит об этом, указывая, что изменение поведения КПК не может быть задачей одного китайского народа, который, естественно, стонет под гнетом коммунистов. Но нужно некое ужесточение курса всего свободного мира. Это ужесточение Помпео даже отказывается называть политикой сдерживания. Он всего лишь призывает всех мировых лидеров настаивать на взаимности, прозрачности и подотчетности со стороны КПК. То есть делайте с китайцами то же самое, что они делают с вами. А что они делают? Ограничивают спустя 75 лет после победы в войне суверенитет таких мощных держав, как Германия и Япония. Располагают сотнями военных баз по всему миру. Используют статус своей национальной валюты, как мировой резервной валюты для безграничного дешевого кредита и поддержания своего уровня жизни. Свергают правительство о других странах и навязывают другим цивилизациям свои моральные или аморальные. Ценности выступают как плацдарм построения глобальной мировой империи, управляемой над национальными силами? Нет, китайцы просто возвращают себе место первое по размеру экономики державы мира, на котором они находились не одно столетие, если не тысячелетие. У них самый крупный в мире внутренний рынок, насыщение которого происходит быстрыми темпами, но еще очень далеко до американского или европейского. Китаю и есть куда расти внутри себя. Нужна ли ему глобальная экспансия? Хочет ли он быть мировым гегемоном? Конечно нет. Его экспансия, но с неполитический или идеологический характер. Это банальное продвижение на различные рынки. То есть конкуренция с Западом по всему миру, в том числе и на территории самого Запада. Но разве Китай продвигал глобализацию? Нет. Это Запад пришел в Китай в 19 веке, силой подчинив его своему влиянию и безумно обогатившись за его счет. Теперь идет обратный процесс? Нет. Потому что Китай не хочет строить глобальную империю, контролируя все и вся, заставляя всех учить Конфуция или вступать в Компартию. Но Помпео пугает американцев и остальной мир именно таким Китаем, идеологически мотивированным и агрессивным. Я напомню цитату из выступления генерала Бара, он же генеральный прокурор Бар. На прошлой неделе он сказал, конечная цель правителей Китая не торговля с Соединенными Штатами, а рейд на Соединенные Штаты. Как отлично разъяснил посол О'Брайен, мы должны помнить, власть КПК является марксистско-ленинским режимом. Генеральный секретарь Си Цзиньпин убежденный сторонник несостоятельной тоталитарной идеологии. Именно она, именно эта идеология долгие десятилетия определяет стремление китайского коммунизма к глобальной гегемонии. Америка больше не вправе игнорировать фундаментальные политические и идеологические различия между нашими странами, так же как их никогда не игнорировала сама китайская Компартия. То есть несостоятельная тоталитарная идеология, коммунизм определяет стремление китайцев к глобальной гегемонии. И весь свободный мир должен пойти в крестовый поход против Китая, целью которого будет изменение китайской политики. То есть отказ от коммунистической идеологии. Без нее ведь от планов на глобальную гегемонию Пекин не откажется. Где-то мы это уже слышали. Точно так же в Вашингтоне говорили о коммунистическом СССР, который угрожает всему миру. Когда говорили о самом начале Холодной войны, то есть с той самой фултоновской речи Черчилля 1946 года, в которой он назвал русских коммунистов угрозой Западу, то есть всему миру. После 49-го, когда к власти в Китае пришли коммунисты, Запад вообще сошел с ума от коммунистической угрозы. Хотя в реальности Москва к тому времени не вела никакой политики экспорта коммунизма и не претендовала ни на какой Всемирный союз социалистических республик. Да, не вела. Коминтерм был распущен в 1943, а экспорт коммунистической модели в страны Восточной Европы определялся не идеологией, а геополитикой. Получив по итогам Второй мировой контроль над частью Европы, Сталин просто поддерживал в этих странах близкие по идеологии силы, естественно, коммунистические, которые в итоге и закрепились у власти. Точно так же, как англосаксы поддерживали в своей зоне влияния силы антикоммунистические, поэтому во Франции и Италии коммунисты не пришли к власти, а в Греции проиграли гражданскую войну. Не идеология двигала борьбой СССР и США, а чистая геополитика. Но именно Запад начал геополитическую холодную войну под идеологическими лозунгами, пытаясь подать ее как войну с коммунистической угрозой. Это помогало запугать собственное население, однако не работало в третьем мире, который по мере освобождения от западных же колониальных оков упорно выбирал социализм и в Азии, и в Африке. Да, в большинстве стран это был социализм с местной спецификой, но даже он делал СССР союзником новых государств. И еще неизвестно, чем бы закончилось геополитическое противостояние СССР и США, если бы не ссора Москвы и Пекина в 60-е годы. Раскол красного лагеря сильно ослабил его потенциал, причем ссора тогда произошла как раз из-за идеологии коммунистической глобализации. Маус считал, что СССР и КНР должны раздувать мировой пожар и всячески атаковать Запад, вытесняя его отовсюду, откуда только можно, и поджигая изнутри. А в Москве уповали на мирную победу и декоммунизма вследствие необратимого хода истории и правильности марксистско-ленинского учения, то есть делали основную ставку на мирное сосуществование капиталистического и социалистического миров. Проиграли в итоге и СССР и КНР. Китай к тому же погрузился в смуту культурной революции, а в Советском Союзе часть элит растеряла пассионарность и потеряла вкус даже к геополитической борьбе с Западом. Конечно, если бы в СССР начали объяснять своим собственным гражданам противостояние с США не только идеологическими, но и геополитическими мотивами, то есть национальными интересами России, которыми, кстати, Кремс тогда в большей степени и руководствовался, то никакого катастрофического горбачевского нового мышления не случилось бы. Но, увы, этого не произошло. Продолжение следует. Это была первая часть статьи Петра Акопова «Зачем США пытаются оживить призрак коммунистической угрозы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова